всем привет сегодня 16 июля я вышел на рыбалку на моторе на лодке решил разведать интересное место первый раз на этой речке уже прошел километров 20 остается километров 5 и пошел дождь ну сейчас он уже практически прекратился так вот я залез под дерево вот видно лодка вся мокрая не с этого я сегодня хотел начать видео дождь меня загнал в это дерево сегодня было по плану дойти до одного зигзага реки там я думаю есть яма вообще не знаю какие здесь глубины чего первый раз я говорю здесь попробовать половиться за на ножмых принципе место интересное речка узкое почему я выбрал это место сегодня потому что сегодня ветер сильный вот по прогнозу тучи дождь но это меня не особо пугает конечно я думал я успею дойти потому что дождь вроде должен был к обеду идти а сейчас вот уже с утра пошел опять я на разведке все получится сегодня ничего не понимаю ничего не знаю надо идти дальше сейчас попробую отсюда еще выбраться но я нормально да дождь прекратился пока камеры достал пока туда-сюда их там у меня ветка ничего ветка слетела и вот оно похоже то самое место вот я оттуда пришел такой зигзаг здесь реки здесь скорее всего яма я как думаю и вот противоположный берег с него я хотел ловить и как я и думал здесь ветра нету затишка из-за того что камыш высокий и причалит есть где хороший бережок кстати класс берег конечно здесь классный правда все-таки ветер здесь дует хороший такой вот такой бережок в принципе закидушки можно закидывать я думаю здесь яма вон моя лодка вокруг тучи он он у у у у у у у у у вот спрашиваете сам делаю жмых или нет покупаю покупаю жмых в этой пачке сколько здесь 10 штук нет 20 штук два ряда по 10 кукурузный жмых с протеином сегодня будет что только не делают кстати вот две закидушки новая леска поставил полностью все новое поводок крючок посмотрим что будет попробую закинуть чуть подальше середины мой вообще под тот берег закинул ладно посмотрим это пускай подальше будет остальные чуть ближе на середку сюда под этот берег посмотрим вот 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 установил три закидушки и во время установки прям пошел дождь то крупнее капли сейчас от мелкий дождик капает не это что-то напоминает как-то я недавно тоже в дожде под дождем ловил и клев был отличный я надеюсь сегодня будет повтор но пока не понятно пока поклевок нету но только закинул в принципе гром гремит тучи нависшие видно что дождь это идет боком у меня потихоньку так задевает дождем но вот сейчас вообще практически нет мелкий идет все же какой-то июль дождливый вообще день через день дождь идет и в принципе прохладно градусов 30 так даже чуть меньше бывает днем обычно жара под 40 а сейчас даже прохладно хочу посмотреть чем я здесь по вещам чего брать не убрать в принципе у меня все тут замотано нечему намокать вот надо насос электро убрать куда-нибудь патент все таки вещь нерешевая подольше послужить без него эту лодку не накачать там у меня все замотано вот тоже этим в пвх там ящик с аккумулятором все дела еще рюкзак один здесь у меня такой штормовой плащ это корабельный моряцкий и вот такая сумка по из пвх тайм-триал сделали подлодку специального в нос класть тоже она полностью защищена от влаги тоже еще с собой возьму там не еда первая поклевка гром гремит леска провисла самый главный признак так сильно не клюет но я услышал смотрю леска вот дергается скорее всего сазан вроде есть что-то ветерок так принципе стих молния постоянно сверкает это сазан скорее всего потому что тут повел 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 по о сазанчик нормальный какой опа ну небольшие второй год а такие ловится за нижнюю губу прям 1 такой прям это на карпа похож больше такого на прудового какого-то хотя это это же есть речной карп сазан самый настоящий карп дикий но какой красавец прям сначала подтаскивал думал карачок такой здоровый тут мне горб смутил красавец вот так стать увесистый нормальный блин все сверкает сейчас как бы не налетела потому что ветра нету интересно на ситуация не особо из приятных потому что только что здесь сейчас молния ударила прям рядом такой звук прям был электрический не за как это назвать такой прям на сверканул а вот опять сверкает даже воду лезть не охота если честно прям как-то неприятно когда рядом ударяет разряд ухе да сегодня прям конкретно чё-то намещается вот так пускай будет нафиг из воды надо вылезать а Продолжение следует... Вот опять клюет сазан Гром гремит, сазан клюет Дождь пошел Блин, вообще ничего не слышно аж Такой гром, грохот Что-то небольшое, что ли, не пойму Да нет, вроде водит Небольшой сазанчик О, сам сошел Жмых практически закончился А дождь начался Ё-моё Офигеть Вообще как льет Я вот здесь жмых убрал под дерево Камеру он накрыл плащом Льет вообще ужас Надо менять жмых Вот это погодка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Музыка сижу накрылся плащом из под деревьями пережидаю дождь не знаю закончится он нет я думаю должен закончиться когда-нибудь по-любому немножко конечно переживаю за лодку сколько там воды накопится я не думаю что он так долго будет идти ну пока льет здесь под деревом более-менее нормально но комары собрал удилище дождик закончился чтоб сомика половить хочу попробовать личинки мелкие вот крупная есть одна немного там крупных в основном мелочи такая надо пробовать все и червяк есть и опарыш есть все есть какой-то он бутылку принесло тема и не знаю основная яма там но здесь вроде тоже так конечно не гремит когда этого гремела чуть тучи ушли такой вот так и льет дождь и здесь мощная поклевка я перезакидывал это на личинку были хороший я прям под тот берег кинул кто-то хороший дождь и льет е-мое это сон я думаю я на здесь на джик кидал в принципе зацепа вообще не было даже двойник кидал сначала а все там пробовал да а дождик то усиливается опа сомик есть не уйдешь товарищ я думал крупнее конечно вот он взял и как обычно вот он сбоку губы пасти есть йо вот это льет льет сильно надо спросматываться вот такой сон сомик попался зашел деревья хочу сама взвесить сомика если больше двух кило то без зазрения совести беру я измерял в том году 2 200 уже как раз 61 сантиметр от 60 можно брать два четыреста тридцать пять два пятьдесят два четыреста тридцать пять его спокойно можно брать этого свободно сама сомика блин дождь льет вообще жесть ну вот хоть на личинку попался я думал крупнее поначалу так тащил хорошо что за погода такая дождь закончился сейчас вот даже светлее стало все равно вон сзади идет туча темная поклевка была прям сразу практически такая мощная с фрикционом вот когда еще дождь только вот заканчивался я показал подбежал он бросил и прям леску увел на середину где-то сижу караулю стою здесь дождя нету хорошо прям там вон туча опять идет сейчас гремела до этого конкретные вот только сказал смотрите как крутит фрикцион тащит 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 и там поклевка на сазана первое ё-моё и там поклевка тащит прям повел 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 я вижу вижу и там тоже поклевочка ух и тут он пободрее сама можно одного поймать буду улучшать результаты отпускать но главное сейчас вытащить что-то и тут прям вообще бойкий я говорю только закинешь и он клюет почему-то здесь прям вот под тот берег кидаю сейчас попробую жмых туда кидать под тот берег прямо сейчас хотя бы дождя нету оба вижу вижу да такой же принципе стандартные они здесь стандартики ну чё-то прям размер радует то что он такой весь весь зачетный поэтому я думаю можно ждать что-нибудь покрупнее надо весы взять посмотреть сколько он весит я уже и забыл у меня же там еще сазан клюет сейчас быстренько это возвешу сумика 2 100 с копейками я думаю он по-любому такой в размере но тот крупнее значит этого отпускаем куда не сюда давай 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 дружок ушел так а здесь вот сазан сидит клюет ну когда я сама начал вытаскивать он заклевал как раз так клюет 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 чувствую его сидит родимый о какой бойкий хоть бы крупничок какой-нибудь ну повел повел какой бойкий о крупнее явно крупнее чем тут этот бы не сорвался за жаберную крышку крючок туда вот он хорошо тоже небольшой в принципе но уже посимпатичнее спасибо тебе дорогой мне испачкал вот он родимый сазан чик но там пылесос собирается одна покрупнее вроде короче рыбалка вот погода сейчас класс конечно ветра нету дождя нету даже не верится и клюет хорошо прям супер надо эту перри закинуть там закинуть тоже ветер ветра нету комарики начинают летать кусать тоже плохо вроде не так и не всяк непонятно короче поклевочка но сама страшно уже закидывать клюет прям сразу здесь . самове здесь можно поэкспериментировать разные насадки попробовать давно хотел но точно сегодня блин личинок всех залило короче там они как-то плохо и сейчас такая странная ситуация опять поклевка хорошая я там на удочке у сама стоял тоже поклевка была но сошел здесь хорош поклевкой я навел и камеру ну поклевку снять не клюет вообще не клюет думаю сорвался перри закину подтаскиваю сазанчик сидит сейчас покажу какой и главное я подтаскивал чувствую что-то ну то есть напряг есть но он не сопротивлялся вот он сейчас только сюда и подвел его начал сопротивляться какой-то он странный непонятный я думаю какая-то ветка может быть по-моему это третий сазанчик как раз на этой закидушке за кончик губы верхней странно какой-то он вроде некрупный интересно сколько он весит здесь просто тоже поклевка была я здесь съел сейчас эти быстренько взвешу в принципе кило 700 уже кажется что не очень крупный пока беру будет крупнее отпущу всегда можно отпустить садки рыба живая всегда да вот этот покрупнее тот вот до этого попал а я его не взвешивал наверное 2 с копейками оттуда поклевка клюет он здесь конечно прям практически сразу минут пять сидит опять дождик начался пока мелкий и ветерок начал поддувать что-то мне кажется этот чуть поменьше все равно они здесь все вот такие хорошие то есть если есть места где прям мелкие есть такие не знаю грамм по 200 по 300 попадаются то здесь вот два килограмма стандарт но это уже отлично ну да вот он опять такой же в принципе нет поменьше поменьше этот все равно килограмм на полтора наверное хотя сошел сам дернулся и сошел вот и дождик полил приятно е-мое иногда бывает сходит я прям кидаю вот прям в одну точку даже притормаживаю вот вот так вот под тем берегом прям один раз чуть на камыши не закинул вовремя затормозил так полетела здесь дистанция то небольшая метров я не знаю ну максимум сколько здесь метров сорок сейчас такие два разряда были я думал меня сейчас долбанет молния но сначала сверкает молния потом конечно гром но все равно прям над головой е-мое дождик льет опять все хорошо но вот дожди заливают конкретно вот так камеру сейчас пакетом накрываю хотя бы льет вообще все хорошее когда-нибудь заканчивается рыбалка моя под дошла концу уже где-то полтора часа вообще ничего не клюет перри закидывал были пару поклевок на личинку но про просто объедает и все это не понял что это было хотя с фрикционным со всеми делами непонятно дождик так и идет то заканчивается начинается ну как обычно как весь день сегодня так и было рыбки я сегодня уже нормально наловил принципе красота кстати я не взвешивал сазанчик самого крупного это он наверное 250 265 прошлый раз также прикольно чуть не ушел сазанчик моё о гремит гремит опять понеслась по новой е-мое у короче сегодня самый крупный получился это сомик на 2400 и два сазанчик ой три сазанчика ну нормально самая вкусная рыба сом и сазан очередное место разведано рыбалка в принципе удалось нормально поначалу вот хорошо клевала а сейчас вот в клев полностью прекратился наверное всей моей жизни не хватит чтобы здесь все реки объездить здесь их очень много разные точки обловить но я потихоньку потихоньку стараюсь каждый раз все новое новое есть конечно места которые постоянно где клюет и мотор не надо лодки подъехал лови но все-таки интереснее вот так вот лодка большая поэтому я сегодня все снаряжение положил там и палаткой и спальные вещи есть все дела я думал если будет прям проливной дождь ливень если выйти отсюда невозможно будет я заночую но сейчас я смотрю вот опять дождя нету гладь ну ветер только рыба наловил я не знаю сколько сом два с половиной килограмма из 3 сазанчика там по полтора и два килограмма что рыбы вот смысл здесь ночевать и самое главное это была разведка разведка удалась полностью место шикарное просто отличное место где бы записать что вроде смотришь карты интересные места разглядываешь вроде кажется одно приезжаешь другое а тут прям все шикарно получилось всем спасибо за просмотр как всегда надеюсь было интересно пока я пошел домой до выхода с реки мне примерно 25 километров отсюда ну я думаю так сегодня сюда пришел где-то в 9 часов я пока сюда шел немножко еще пробовал на воблеры ловить ну немного потихоньку так и жереха на новейших деревьях и вот пришел только в 9 сейчас выход выхожу где-то в 3 собираться начал где-то пол третьего в 2 30 пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok